так решил заснять добрались руки до макаси уже наверно года два не ковырялся повод появился ну просто протестировать карточка сейчас продажи появилась 730 вот на кеплере то есть они есть две версии сейчас я найду одно чтоб сравнить нашел так это забежал наперед короче вот тут ее характеристики она на ddr3 она правда 64 битная шина простенькая low profile вот она стоит с пассивным охлаждением но горяченькая как бы градусов 60 есть на 55 так руку удержать уже трудновато но в маке утилиты особо нет такую же температуру точно показать но суть не в этом платформа старенькая уже haswell i3 стоит жаль что i3 4400 было 4600 графика то она в принципе такая же по производительностью как кеплер этот 730 и особого смысла конечно в такой конфигурации и и лепить нечего потому что заводится встроенное ядро она где-то такое же самое как и ну это просто протестировать карту поставил как она в мак оси заведется или нет а есть я сравнил для сравнения 730 тоже белая она тоже м сайка тут чип ферми еще предыдущего поколения то есть вроде бы две модели обе 2 гигабайта памяти обе по моему на ддр3 сети и памяти только здесь 128 бит шина а тут 64 бита ну как бы наполовину меньше ферми и кеплер и поэтому можно только ориентироваться в названии самой карты и уточнять там буква к присутствует вроде бы как аббревиатура n300k да это буква к должна обозначать то что это кеплер ну и 64 битная шина вот не забыть и для себя и запустить не сразу удалось я загрузился он с внешнего диска тут мохаве стоит сама платформа старая вообще хасовал то самая неудачная платформа интеловская но суть не в этом пришлось с флешки загрузиться там кловер поновей и сразу же решил протестировать вот появились адаптеры они по-моему на реалтеке модель 150 простенький адаптером торчит там юсби в ноутбук вся моделька но дров нету ни на сайте не так чистом виде под мак ось под винду до работает под любую вот но я ставил он как бы в системе его видит все перемещаюсь на экран так для сравнения это еще 14 версия 14 один мохаве но я просто новую не ставил конечно лучше поставить по новей версии проверить но факт от что в этой работает версии еще кеплер 730 двушка все как полагается где она вот она x8 ну это как бы простой вариант вот 710 заводится нормально ну 730 чуть-чуть порезвее а вот так за 2000 гривен она стоит потому что карты подорожали пятьсот шестьдесятая уже шесть стоит ну пять с половиной а вот простенькая чтобы завести просто карту вставил любую платформу и мак ось можно запустить и она так еще более-менее резво и это я вот смотрю юсби вот этот адаптер он вроде бы его видит но драйвера нет я где-то на сайте надыбал вот чувака тут ссылка есть список драйверов для моделей да она на гитхабе выложена и вот тут модели похоже реалтек оске вот это вот 81 92 по моему вот этот он теплинки все но удобная штука потому что она собрана в виде он тут показывает как устанавливать нормально я ее проинсталлировал вот он появился вверху видно тут вверху появился утилита для настройки сетки адаптер беспроводной сети но он просит перезагрузить чтоб проинициализировать но еще пока не перезагружал потом надо просто установщик этот кловер по новой переустановить то есть но запускается он с чужого диска не так хорошо поэтому я потом перезагружу я просто за то что пакет интересный то есть весь пакет инициально устанавливается в виде файла этого самораскрывающегося и добавляет вот эти недостающие адаптеры так по адаптеру ясно точно я потом если что может допишу работает или нет по видеокарте ну тут тоже понятно монитор вот четко отображает но он full hd и монитор full hd в принципе тут особо выдумывать нечего я не знаю может она и 4к потянет надо подключить к монитору 4к и выставить адаптативное вот это уже все позабывал масштабированное я взял выход по 9 сейчас 9 на hd май а тут есть просто hdmi выход но он 30 герц передает но он должен 4к выводить как и 750 принципе это такое дополнение вот ну работает я вот пару звук отключу прекрасно завелась сразу я ее инжектировал ну как в кловере поставил птичку inject invidia на всякий случай и она его запустила сразу может и не надо ставить на кеплере иногда не обязательно это делать поэтому тут надо в каждой системе по разному но это мохаве предыдущей версии по другому хай серии факт тот что эта карта работает до мохаве точно биксер вот эту я не ставил еще точно не знаю если кеплер там поддержка а а вот ферме предыдущее поколение она работает хорошо до 10 10 там поддержка есть далее уже 10 11 по моему там уже она или не работает или не полностью работает в общем что значит вот разные чипы и разная поддержка так еще что хотел показать ну видео вроде бы идет на ней нормально так же звук отключаю так же влага у каких-то не наблюдается чем хорошо вся экспресс карточка на ней все-таки мак работает мягче чем на стройке стройку заводить надо она не всегда там все поддерживает а здесь как-то даже прикольно и на дыба вот еще программа классная сенсей вот здесь она показывает температура графического процессора что интересно мониторить но на правда платная и работает уже вот в каталина до написано каталина и выше ну короче 10 15 на мохаве предыдущую версию я пока не нашел они хоть и есть надо точно уточнять короче она не запускается сенсей ну я попозже немножко разберусь какая версия подходит так случайно наткнулся удобно мониторить вот температурные режимы ну так больше наверное добавить нечего да вроде все да карточка работает мягко плавно ну лучше еще раз запишу ролик если что-то новенькое появится вот так что старые аппараты еще в деле благодарю